Клюшки Клюшки Сам Сергей Очень рад возвращению в автомобилист Все уладилось И я опять в команде И надеюсь, что я помогу команде Команда поможет мне И будем делать общее дело И радовать болельщиков Как будто я не уезжал Как бы все так Пришел и как так и было Пока хоккеисты тренируются Сервисмен Николай Поспелов Аккуратно размещает в сумке Гостевую форму белого цвета Его коллега, мастер хоккейного снаряжения Анастас Шумов укладывает клюшки Каждый игрок берет в поездку От 4 до 6 клюшек На команду почти из 30 человек Клюшек набирается около полторы сотни На сборы уходит несколько часов Анастас признается, что немного переживает Для него это первая поездка с командой В целом наша задача Как бы с Николаем состоит в том Что у нас разделена работа То есть он занимается конкретно коньками То есть что значит заточка И проведение матчей на скамейке Я параллельно как бы делаю Что-то Ремонт формы То есть подача клюшек Ребятам Ну и чтобы вообще не было никаких заморочек Чтобы ребята вообще не о чем думали Кроме игры Вещи собраны Вдвигаемся в Кольцово В аэропорту после контроля Баулы с хоккейным снаряжением Отправляют в багажное отделение самолета Игроки, тренерский штаб и персонал Всего около 40 человек В это время регистрируются И размещаются на борту Заботливые стюардессы Раздают тапочки и пледы Пассажиры охотно их используют А некоторые долгие перелеты Предпочитают проводить Вот в таких длинных теплых носках Каждый проводит время в самолете по-своему Большинство, конечно, смотрят фильмы Или играют в видеоигры Среди них Антон Лазарев К поездке на Дальний Восток Он подготовился основательно Обычно я смотрю фильмы Слушаю музыку Иногда книжку читаю Да, безусловно, зарядил все гаджеты На полную Закачал фильмов Кто-то спит Кто-то щелкает семечки Выделяется из толпы Александр Рыбаков В его руках не планшет или ноутбук А книга Стараюсь читать довольно-таки часто Просто длительное время не читал И вот сегодня начал новую книгу Питание во время перелета двухразовое Также спортсменам предлагают соки на выбор и фрукты Сегодня в авиаменю игроков бутерброды с колбасой И с сыром, помидоры, огурцы, копченая рыба И даже маринованные патиссоны Но это всего лишь полдник Ближе к вечеру пассажиров ждет плотный ужин Перелет из Екатеринбурга в Хабаровск Занимает около восьми часов Расстояние более шести с половиной тысяч километров Ровно на половине пути До заправка в Братске Это Иркутская область Здесь вместо уральской слякоти Под ногами снег и минус десять мороза Но самое яркое впечатление Это аэропорт За последние 30-40 лет Его облик почти не изменился Каждый пассажир, прилетающий сюда Совершает своеобразное путешествие во времени А вот сотрудника медицинской службы Автомобилиста Александра Белова Здесь ничем не удивишь Братск – его малая родина Мы здесь промежуточная посадка В Братске – это мой родной город Я здесь заканчивал школу Только что ко мне приезжал друг Привез небольшой подарок – кедровые орехи Для нас с Ильей пощелкаем Очень приятно сюда прилетать В прошлом году также была остановка Здесь с удовольствием я здесь нахожусь Полетим дальше Стоянка в Братске около получаса Впереди еще почти четыре часа пути В Хабаровск прибываем поздней ночью Размещаемся в гостинице «Олимпик» Расположенной прямо около Платину Марены Хоккеисты отправляются спать На часах четыре утра Но жить автомобилист в ближайшие два дня Будет по екатеринбургскому времени Чтобы избежать проблем с акклиматизацией Правде говоря, мы пробовали уже Приезжать и раньше, и позже И с раскаткой, и без раскатки И практика показывает, что Приезжать сюда в день игры И выходить без раскатки И сразу играть Как бы на свеженького Всегда Приносило положительный результат Даже не в том дело, что Выигрыши были, но команда себя чувствовала Нормально Матч автомобилиста с Амуром Хабаровский начнется в семь вечера В Екатеринбурге это два часа дня Утренней раскатки в день матча У команды Анатолия Емелина Не запланировано Прогулка, обед, небольшой отдых И на игру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok